Третий выпуск Холостяка не оставил равнодушным никого, это уж точно, вот и перенесли его на 23 часа, потому что поцелуи, неосторожные вопросы про интимную жизнь, море алкоголя и, следовательно, сбившиеся мысли и импульсивные решения. Маменькин сынок, как его прозвали уже в третьем выпуске, показал себя с ну очень нескромной стороны, самые горячие события третьего выпуска, а также, что скрывает одна из самых скромных, на первый взгляд, участниц, мы обсудим прямо сейчас, с вами в реках, погнали! Третий эпизод назвали «Острые вопросы» по одноименному конкурсу, который Тамада-ведущий устроил для скучающих дам. Очередное новшество нового сезона, теперь холостяки должны бороться между собой за право пригласить девушку на свидание. Перед парнями поставили стол с начесом и острым соусом и заставили отвечать на острые вопросы. После каждого ответа участницы голосовали табличками с именем холостяка, и победителю присуждался один балл. В случае отказа от ответа на вопрос, холостяк должен съесть начес с соусом, побеждая тот, кто наберет 10 баллов. Либо, если соперник съест все начесы, первым доберется до перца. Практически все вопросы касались интима. Во сколько лет, с кем, где, был ли секс втроем, любимая категория фильмов для взрослых, сколько было сексуальных партнеров и так далее. В нейтральных вопросах Александр Гранков съезжал на тему своей матери, что конкретно выбесило некоторых девушек, посчитавших его ответы инфантильными, кто посообразительнее и отметили, что на самом деле Александр просто знает, как найти подход к девушкам. И действительно, многих девушек такие слащавые ответы более чем устраивали, а вот прямолинейные ответы Аделета многих смутили, хотя, казалось бы, все взрослые люди, а про половину девушек, если не про всех. И так ходят слухи похлеще того, что отвечал Аделет, но почему-то все прикинулись святыми девственницами. Хотя кто-то из девушек все-таки правильно подметил, что никто сексом не занимается. Победил все-таки Димаша Аделет. На первое свидание он пригласил Софью Соломандину. Казахстанец прогулялся с девушкой по набережной, немного и пофоткал, угостил ранее обещанной шоколадкой и таков в местной рыгаловке. Вообще удивительно, что свидание было именно таким. Помнится, свидание с Тимати потрясали всех своей изощренностью. Ну или просто тем, что хоть чуть-чуть дозаморочился, а тут что? Более того, девушка почему-то попросила шоколад. Господи, им даже этого не полагается на проекте? Прогулка по набережной, ужин в столовке. Видимо, бюджеты у холостяка сильно ограничены. Софья вела себя неестественно, очень много прибеднялась. Хотя тоже смысл такого поведения понятен слабо. Вряд ли такому, как Аделет, нужно прям совсем ничего не понимающая девочка. На синхронах она разоткровенничалась, и из ее уст начали проскакивать слова более характерные для типичной содержанки, нежели для 20-летней невинной студентки. Также прозвучал странный вопрос, отпустит ли он ее на отдых с подругами. В конце свидания Димаш подарил Софье розу автоматический пропуск в следующую неделю. Пока Димаш выгуливал свою даму сердца, Саша воспользовался ситуацией и сделал подгон из 10 огромных пицц и нескольких бутылок шампанского. Но многие все равно не воспринимали парня всерьез и периодически огрызались на каждую его реплику. Групповое общение в формате вопрос-ответ не складывалось, особо активные участницы взяли инициативу изрядно наклюкавшегося холостяка в свои руки. Состоялась серия тет-а-тетов, если можно так назвать, быстрые посиделки в кустах около виллы. Юлия Галыгина угощала Санька шоколадными колбасками собственного приготовления и безуспешно продавливала тему с лошадьми. Гранков и тут ляпнул лишнего. А ты не думал профессионально заниматься? Конкур, выезды, вот это. Да, я занимался, но понимаешь, у меня как в отношениях, я не могу на чем-то одном остановиться. На одной девушке, на одном виде спорта. Я всегда куда-то иду и иду. Но и про Юлю нам есть что рассказать, конечно, неизвестно, правда это или нет, но вот что удалось узнать. Согласно информации на рынке шкур, Юлия Галыгина, эскортница из Читы, скрывает свой реальный возраст, ей 23, а не 21 год. Галыгина эксперт по оплачиваемым путешествиям, никогда не сидит на попе ровно, постоянно гоняет по темам за границу, есть постоянные клиенты везде. Агенты с ней в хороших отношениях и всегда стараются подкинуть стоящую темку, кто в теме знаком с Галыгиной, она работает и по Москве. Можно взять на пару часов всего за 50 тысяч рублей. Эльвина Гараева извинила за сломанную розу на прошлой церемонии и неловкую ситуацию, но тут в просаг попал сам холостяк, так как забыл, что у девушки есть дочь, а не сын. Диалог был и правда весьма странный. Когда ты разломала розу, я честно подумала, сыне твоем, у меня дочка, ну, 4 годика. И тут Саша не упускал возможности постоянно прикасаться к девушке. Таха Сафари усиленно изображала заинтересованность в холостяке, но когда дело дошло до поцелуя, дала четко понять, что его не будет. Все ограничилось чмоком в щечку. Вот что сказал про Таху Александр. Она просто безумно горячая, сильная, сексуальная энергетика, я просто понял, что меня склеили, мне просто размазали и все, я потек. Правда, после этого он решил, ну, раз поцеловать эту не получилось, попробую с другой. Холостяк подготовил для Софии Мацулевой сюрприз, фургончик с мороженым и медленные танцы без музыки. Парень воспользовался моментом и поцеловал девушку, Соня немного прифигела и весь оставшийся вечер в ее голове крутился один вопрос. Рассказать другим участницам о поцелуе или промолчать? До бедняжки еще не дошло, что всем откровенно пофиг на Санька. Кроме того, Гранко взял с нее слово не афишировать поцелуй. Тут же полетели вопросики Яни, как будто поклонники окрестили ее девушкой Саши. Что думаете насчет поцелуя Саши и Сони вчера? Яна с привычной отстраненностью сказала, что не увидела настоящего поцелуя. Интересно, какие критерии у настоящих поцелуев? Не промолчала Яна и про Таху, обвинив во всем девушку, а не мужчину, который все никак не определится с девушками. Интересно и то, что Яна очень уклончиво сейчас отвечает на вопросы о Димаше. Вот некоторые из них. Возможно, что Яна и вовсе не окажется с Димашем. Также Яна вовсю намекает, что она не одна, так как на вопрос, могла ли она быть холостячка, Яна ответила пока нет. А вот что пишут про поведение самих холостяков в сети. Что-то Сонек разочаровывает все больше и больше. Всех за руки держит, за талии обнимает, ведет себя так, будто каждая уже давно его девушка. Да и бокал из рук не выпускает. На вечеринке, похоже, наклюкался так, что аж целоваться полез. Димаш больше нравится, более сдержанный и воспитанный, но костюмы надо иногда и менять на более свободную одежду. На следующий день состоялось парное свидание. Холостяки пригласили Камилу Зинганшину и Юлию Галыгину поиграть в теннис. Димаш впервые появился на публике не в костюме. У него и Камилы оказалось много общего. Юлия еще раз убедилась, что казахстанец не в ее вкусе. Кранков уже успел позабыть, что наговорил участницам в самый первый день. При этом полностью отдавал себе отчет, что нравится далеко не всем участницам шоу, мягко говоря. На церемонии розбред с двойным выбором сначала девушки голосуют розами за холостяков, а затем парни раздают эти же розы участницам назад повторился. В первой половине голосования перевес оказался на стороне Александра Гранкова. По результатам выбора холостяков в проект покинули две участницы. Карина Зингашина, сестра Камилы и Валерия Пономаренко. В машине девушки признали, что так и не успели пообщаться ни с одним из холостяков. Также интересно и то, что девушек практически не показывают, выбрали условных штук шесть и только их и светят перед камерой, хотя изначально задумывалось проектом, что каждая девушка должна пообщаться с холостяком. Здесь же вообще все странно, более того, выбор девушек в пользу одного из холостяка также показывают далеко не всех, и как тогда делать выводы, непонятно. Девушки в своих личных профилях уже говорят, мол, чего вы так удивляетесь, самое интересное только впереди. Как думаете, до чего еще дойдут холостяки в следующих выпусках? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!